Основная нагрузка в сегодняшних условиях ложится на врачей. В Серпухове пока коронавируса не выявлено, но сезон респираторных заболеваний никто не отменял. Кроме того, медицинские учреждения переведены в режим повышенной готовности. О тех, кто сегодня на передовой, расскажем далее. Еще один напряженный рабочий день заведующей поликлиникой номер 3 закончился. В учреждении не так много пациентов. Большинство соблюдают режим самоизоляции. Несмотря на это, график дежурства докторов остается напряженным. Консультации по телефону, помощь на дому. Сейчас у нас есть мировая проблема на мировом уровне. Это эпидемия заболевания коронавируса. Слава богу, в нашем городе на сегодняшний момент данного заболевания не зарегистрировано. Но несмотря на это, мы как медработники все равно остаемся на страже здоровья наших жителей, жителей нашего города. Поэтому, естественно, все необходимые постановления и распоряжения, которые нам спускаются нашим руководством, мы пытаемся исполнять в кратчайшие сроки. Врач напоминает. Сейчас сезон респираторных заболеваний, гриппа и ОРВИ. Об этом забывать не следует, как и о простых мерах профилактики. Здоровье прежде всего. Возвращаясь домой, Екатерина Прокофьева первым делом моет руки. К этому приучила и своих детей. Обязательно приучаем наших деток также гигиеническим процедурам. Независимо от ситуации сложившейся. Мыть ручки надо, Полиночка, постоянно. После улицы, перед едой, после туалета. Да, дочь? Мой-мой, хорошенечко. Вот, молодец. Вытирай полотенчиком. График врачей сейчас напряженный. Рабочий день порой заканчивается очень поздно. А дома их тоже ждут. Дети, родные и близкие. Несмотря на обстоятельства, Екатерина Прокофьева старается все свое свободное время проводить с семьей. Детей решили пока в сад не водить. Сейчас они дома. А значит, самое время для интересных игр. Заведующая поликлиники, как мама и специалист, дает простые советы, как сделать так, чтобы все были здоровы и сразу делиться секретом. Больших усилий прилагать не стоит. Я, конечно, рекомендую частую, частую, влажную уборку дома. Несмотря на то, что все-таки, конечно, контролировать, чтобы дети проводили часто гигиенические процедуры, приучать все-таки, да, детишек уже с малого возраста. Илюш, давай, собирай, малыш. Что же там у тебя? Что там у тебя? Да, мой золотой. И обязательно проводить дома частую, частую влажную уборку. Да, дочь? Врачи работают для нас. Сегодня, особенно в такой ситуации, и нам следует подумать о них. Пожилым людям соблюдать режим самоизоляции. Их родственникам и близким помогать и заботиться о них. А каждому из нас следует соблюдать простые правила рекомендации специалистов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова